Следующая сеть использует некоторые идеи из сети AlexNet. Эта сеть называется VGG в честь Visual Geometry Group, которая придумала эту сеть. Эта сеть имеет несколько конфигураций. Вот есть конфигурация A и последующие ее модификации. Почему этих модификаций так много? Здесь причина заключается в следующем. Несмотря на то, что мы частично решили проблему затухающего градиента, если мы сделаем слишком большую нейронную сеть, в которой будет очень много активаций, то градиенты там все равно будут затухать. Потому что в любой функции активации у нас есть интервал, где градиент будет равен практически нулю. Соответственно, при обратном распространении ошибки градиент в этом месте будет домножаться на ноль. И если у нас сеть достаточно глубокая, то мы рано или поздно встретим достаточное количество таких вот близких к нулю значений, для того чтобы у нас очень сильно уменьшилось значение градиента и дальше ничего не распространялось к более глубоким слоям. Вот из-за этого эффекта VGG, который в финальном своем варианте содержит очень много, а именно 19 слоев с весами. Вот из-за этого эффекта мы начинаем обучать с 11 слоев с весами. Мы обучаем эту сеть. Затем делаем следующее. Вот изначально мы вот это вот все инициализируем какими-то случайными числами, обучаем вот эти слои, делаем следующее. Добавляем вот к этой сети несколько слоев. А именно два слоя на глубоких слоях. И продолжаем обучение. В результате такой процедуры, поскольку у нас очень уже хорошо научилась сеть что-то делать, то вот эти добавленные слои, они тоже начинают учиться чуть побыстрее, чем если бы мы сразу сделали вот такую вот сложную сеть. Затем добавляем еще три слоя. и дообучаем сеть уже с вариантом С. Здесь, вот в этой конфигурации, мы добавили свертки размером один на один. Для того, чтобы они как-то немножко дообучились, и сеть как-то адаптировалась, что там есть какие-то дополнительные элементы. Затем мы выбрасываем эти обученные свертки и добавляем свертки уже размером три на три. И дообучаем. И после этого добавляем еще три сверточных слоя. Вот так построенный процесс обучения приводит нас к достаточно сложной и хорошо обученной нейронной сети, в которой и первые слои, и последние слои обучены достаточно хорошо. Какие здесь используются идеи из AlexNet? Во-первых, здесь несложно видеть, что MaxPooling применяется после каскада сверток. как мы с вами уже знаем, это нужно для того, чтобы увеличивать Receptive Field. То есть увеличивать область, вот, например, здесь, которая влияет на число, которое получается вот здесь, на одно число. вот таким образом применяется идея каскада сверток в VGG. VGG – это достаточно мощная сеть, и у нее очень много параметров. И довольно часто она используется в качестве бэкбоуна для более сложных архитектур. То есть что значит используется в качестве бэкбоуна? Это означает, что мы, например, можем убрать какие-то, например, полносвязанные слои и добавить несколько своих слоев, и при этом заморозить вот те слои, которые пришли из VGG. Вместо, например, вот этих слоев мы добавляем там свои какие-нибудь, например, мы хотим здесь сделать Average Pulling, например, мы здесь хотим сделать еще одну свертку, ну и так далее, и так далее, для того, чтобы решить нашу какую-то задачу, которая более сложная, чем ImageNet.